здравствуйте дорогие друзья сегодня 19 декабря 2018 года я нахожусь сейчас здесь на верхней набережной и смотрю на морской порт что и вам предлагаю сейчас сделать ветер сегодня дует но погода 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 наверное градуса 3 сегодня интернет показывал но с ветром это понятно надо делать сноску на ветер холоднее конечно чувствуется и сейчас мы немного с вами погуляем но в такую погоду о чем можно поговорить поразмышлять даже не знаю в тишине бродить тоже не очень хорошо поэтому надо о чем-то говорить но санаторий старинная анапа во всей своей красе вообще я сейчас иду из районного казачьего штаба меня туда приглашали сегодня дело в том что атаман и штаб решили выпустить к новому году новый выпуск газеты русские ворота ну как известно уже наверно вам кто следит за моим каналом эту газету инициировал я когда приехал сюда в четырнадцатом году я сразу начал говорить что нам нужна своя газета свой печатный орган анапского района казачьего общества ну и вот казачество вообще здесь в анапе в анапском районе ну сначала скептические были реплики в мой адрес что газета нам не нужна газета уже устарела газета это уже вчерашний день нужно сайт какой-то в интернете но я согласен и сайт тоже сайт тоже конечно нужен и но дело в том что я как сказал я говорю я не программист я бы с удовольствием сделал сайт ну или по крайней мере бы я бы мог быть администратором этого сайта следить за обновлением новостей на этом сайте но кто сделает сайт а у программисты казаки откликнитесь сделайте сайт и у нас будет сайт ну не откликнулись программисты казаки и вообще программисты не откликнулись и сайта до сих пор в анапе нет у анапских казаков есть в городском казачьем обществе сайт ну я знаю что он сайт не рабочий информация там обновляется крайне редко заброшенный сайт ведь сайт должен быть тоже как и газета боевым что-то там должно всегда происходить что-то случаться что-то освещаться информация о с этом сайте и с этого сайта должна распространяться по социальным сетям средства массовой информации должны ссылаться на этот сайт как компетентный источник информации о жизни казачества но здесь вот в анапе такого не происходит вот в мою бытность не буду говорить как здесь было до моего приезда приезда но вот я застал такую ситуацию такое информационное затишье вот а я в анапском районном казачьем обществе сразу стал ответственным за распространение информации о деятельности казаков в анапе и я работу проделывал очень активно я участвовал во первых во всех мероприятиях но присутствовал на всех мероприятиях освещал их в интернете я сразу во первых на своем канале на ютюбе писал вернее сделала ролики я в своем живом журнале освещал деятельность я на анапских сайтах таких как она по инфо она по тудэй я рассылал информацию во все редакции которые здесь только есть это и газета черноморка и газета анапа газета анапская черноморья бесплатная газета статус плюс бесплатно газета объявлений ну и в администрацию на официальный сайт в общем и информация шла я потом отслеживал ее как она где эта информация проходила регулярно мои материалы появлялись ну во всех газетах в каких-то меньше в каких-то больше вот но в основном конечно это газета анапа правда у меня там и стычки были потому что брали мои фотографии брали мои материалы чуть-чуть там переделаю это в основном текст я то свой текст знаю я свой стиль знаю я свою лексику знаю и вот они за своими подписями все это печатали я их обвинял в плагиате я с ними ругался я их костерил в интернете ну в общем разругался в конце концов с редакцией газеты анапа ну в общем было весело было о чем рассказать и я об этом рассказывал очень подробно и в красках в своем живом журнале и через год я все-таки убедил атамана и мы выпустили первый номер газеты русские ворота я это название придумал вот со словом именно русское мне хотелось что-то я в связи русского народа был и у нас была газета русская забайкалья ее потом закрыли по решению суда как ну экстремистскую что ли да за экстремистскую так скажем какую-то за экстремистские высказывания да вот ну все равно у меня получилось учредить газету в Австралии в Сиднии газета называется русский рубеж вот она там очень активно тоже выходила но в последнее время тоже не выходит часто а газета очень боевая очень боевая она стала такой можно сказать центровой русскоязычной газетой на всем австралийском континенте но там выходят еще газеты горизонт выходит потом газета время вот ну они такие просто так так скажем новости России там новости бомонда кто за кого замуж вышел кто там где какое наследство получил вот ну такие сплетни вот а наша газета русский рубеж она была такая анти анти так скажем американская вот вот анти западная антилиберальная вот и про российская про путинская вот мы там активно позицию России отстаивали вот на австралийском континенте вот было тоже очень интересно были очень такие скандальные материалы мы там и Борису Немцову давали так скажем отлуп когда он еще был живой и что-то там сказал резко в адрес президента мы Обаму там разоблачали его политику значит мы освещали значит события в Новороссии на Донбассе в общем это была очень такая мощная мощный такой рупор в Австралии вот ну и здесь тоже в Анапе ну в Анапе конечно боевая газета не получилось хотя я говорил давайте будем писать острый материал единственный материал который я написал это о Навальном я провел ну так скажем исследование его биографии его личности составил такой портрет потому что ну о Навальном многие говорят как о поборнике значит справедливости какой-то да на самом деле он не имеет права ничего говорить о справедливости о коррупции потому что сам тоже как говорится не чист душою и на руку вот поэтому вот я такой материал единственный сделал как раз в тот момент когда здесь произошел инцидент в аэропорту когда на Навального так скажем его группа которая сюда приезжала на какой-то семинар вот и его казаки тут немножечко так скажем потрепали вот ну все закончилось благополучно для казаков и я вот такой материал сделал в русском в русских воротах вот ну газета выходила но больше она конечно была информационной такой немножечко скучноватой сторонников я не нашел чтоб там кто-то говорил мефодишься мы с тобой таких дел сделаем вот будем вот такой материал такой 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 нет таких не было я один крутился метался и бывало что весь номер состоял только из моих материалов из моих мыслей а это не очень конечно всегда хорошо да и мне тоже как-то ну что я да я конечно делал старался но ну потом от газеты отошел сказал нет я устал у меня есть какие-то свои дела домашние поэтому если вы хотите газету делать ну давайте соберем какую-то редакцию которая будет уже коллегиально решать что печатать как печатать ну 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 и вот так сейчас в общем-то и установилась я начал с того что я иду сейчас из районного штаба где получил материалы газеты сейчас там занимается один человек Базель Сергей Борисович газетой вот он мне на флешке материалы скинул материалы конечно сырые мне когда эти материалы дают я всегда так вздыхаю тяжело потому что ни фотографий нет к ним материалы представляю собой в общем-то такие справки но ничего и и то хорошо и уже это не первый раз и я постараюсь конечно сделать насытить эти материалы какими-то может быть там вставками фотографии постараюсь найти в интернете потому что события те которые описаны в этих материалах они в общем-то проходили на общекубанском уровне и общероссийском уровне вот как общероссийский круг потому это поэтому можно будет какие-то иллюстрации найти и сделать эту газету а потом я зашел по пути ну я так и решил немножечко поснимать прийти сюда вот на набережную зашел в офис общественной организации я даже точно не знаю как она называется по моему она по нашу общей дому там вывеска была вот или сейчас она называется это организация просто анапчане вот общественная организация это в руководстве этой организации состоит мой добрый приятель Анатолий Николаевич Кислицкий я про него делал много различных материалов если вы найдете поищите то он хороший оратор он настоящий казак боевой казак вот он из тех которые мне нравятся он из той когорты как Сергей Григорьевич Бобров вот в Забайкалии как в Австралии Семен Бойков атаман посольской посольского австралийского отдела Забайкальского казачьего войска вот из этой когорты такие казаки есть они всегда мне очень импонируют ну сейчас я уже приближаюсь к русским воротам и хотел бы вам еще раз показать кусочек такой советской советской Анапы это такое место оно находится в центре но оно интересно тем что даже летом здесь очень мало народа не знаю по какой причине но мало находится вот буквально в двух шагах от набережной ну ну здесь во первых установлен памятный крест установленый в 1999 году по благословению святейшего патриарха московской всей Руси Алексия 2 и установлен он в память о начале крестного хода посвященного двухтысячелетию Рождества Христова из города курорта Анапу Анапа в Москву ну а вот и этот кусочек старой Анапы вот эти вот видите скамейки такие разваленные вот такая вот так вот благоустраивали украшали Анапу в свое время и вот здесь вот я говорю летом даже летом когда Анапа просто наводнена отдыхающими а здесь вот никогда никого нету вот на этих вот деревянных стульчиках никто не сидит почему я даже не знаю ну может быть вообще это место памятное и сама это сами русские ворота они являются часовней и местом упокоения воинов здесь прах русских воинов покоится погибших при освобождении Анапы от турков и вот это место представляет собой комплекс единый комплекс то есть вот эти русские ворота которые были частью входными воротами в турецкую крепость а здесь вот видите такое углубление это ров и вот вот этот ров который ну когда-то он наверное был конечно гораздо глубже который окружал тоже крепость но все было как и делали крепости то есть были был ров мост который опускается на цепях был мост который опускался на цепях Ну, а это русские ворота Вверху имеется надпись «Русские ворота» 1854 И здесь тоже табличка, на табличке написано «Крепостные ворота остатки турецкой крепости, построенные в 1783 году Названные русскими в честь 25-летия освобождения Анапы от турецкого ига в 1828 году И здесь вот установлена плита и написано Здесь покоится прах русских воинов, павших у стен Анапы В период с 1788 по 1828 годы В 1996 году установлен этот памятный знак Здесь памятник атаману Бескровному Бескровный Алексей Данилович 1785-1833 Генерал-майор Наказной атаман Черноморского казачьего войска Алексеевка микрорайон Назван как раз в честь него Бескровный Алексей Данилович Генерал-майор Бескровный Алексей Данилович Бескровный Алексей Данилович Ну а здесь вот написано Участник 13 воин и 100 сражений Отличился при Бородино Участник битв под Бауценом Ну тут много где не очень хорошо видно И вот газета наша Русские ворота Она как раз тоже названа В честь и память об этих русских воротах Есть изображение Причем изображение, так как я сказал, что была часовня Сейчас у нее официального статуса часовни нет Но у меня на газете Русские ворота венчает крест Пойдемте в океанарию Нет, спасибо Четыре выставки в подарок Спасибо, спасибо Ну вот какие котейки тут Гостей намывают Приглашаю вас посетить первой в России Новый креативный океаналью Четырехстороннего формата Где большому объему представлена флора и фауна Мирового океана Живые рифы, кораллы, малюзии и ежи Львы лежат Нынче их почему-то не замотали в пленку Решили так оставить на зиму Зимовать И я приближаюсь к летней эстраде Мирового океана Так что буду я вот теперь на этой неделе До конца недели заниматься газетой Ну я что делаю Я верстаю ее с помощью специальной программы То есть компоную Имеющиеся материалы Тексты и иллюстрации И заголовки На полосах У нас четыре полосы Газета занимает Вот Кстати друзья Если вот кто-то из Смотрящих сейчас Мой репортаж Мою прогулку Тоже Хотел бы выпускать газету То есть у которого есть Что сказать Давайте сотрудничать Я вот рассказывал Что в Австралии С Австралией я активно сотрудничаю В этом же плане То есть я естественно в Австралии Никогда не был И мы только общаемся Вот с Семеном Байковым По интернету По скайпу Или В переписке Вот Они также мне присылают Материалы Не только из Австралии Но и из Читы Еще откуда-то Из других городов Вот А я уже Собираю все материалы Воедино И делаю газету То есть она уже Потом в PDF формате Окончательный вариант И только ее уже можно И уже ее можно Нести В любую типографию В любую типографию мира И все И распечатывать тираж Столько сколько нужно Вот Поэтому если кто-то Заинтересован Делать какую-то газету Не только газеты, друзья Но и может быть листовку А в Синек Договоримся Ну мимо площади Иду Свято-Госевской Так Ну и Что еще Наверное Наверное Достаточно Гулять Это улица Горького Вот такой Сегодня у меня Получился Репортаж Рассказал О своем сотрудничестве С австралийским Поскольческим отделом О своей работе По Взаимодействию Со средствами массовой информации Анапы Анапского района Рассказал И даже призвал вас тоже К сотрудничеству Если кто-то Тоже хочет делать газету На этом, друзья Я Заканчиваю Свой Репортаж Всего вам доброго До свидания Подписывайтесь на мой канал Оценивайте мое видео Задавайте вопросы Комментируйте Всего доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин